Все здравствуйте! Мы продолжаем наш урок еженедельный глав Тора и Шатра Аврама. И сегодня мы начинаем изучать главу под названием Лех-Леха. Мы немножко вспомним то, о чем мы говорили на прошлых главах. Мы говорили о чудесном спасении от потопа. И мы говорили о тех словах, которые услышал Ноах, а ты же войди в ковчег. И вот это слово ковчег, на иврите слово тейва, редкое слово, и переводится оно как слово. И здесь сразу есть урок для всех нас, кто учит Тору. Мы сегодня живем в такое время, что сегодня тоже есть своеобразный потоп, всякая пандемия, всевозможные ненависти, всевозможные войны, всевозможный разврат, грабеж. И все, что нарушает божественные заповеди, это своего рода потоп. И какой же есть ответ на вопрос, что делать? Ответ тот же. А ты же войди в ковчег, то есть в слова, в слова Торы, в слова молитвы, а также введи в это свою семью, своих друзей, свой ближайший круг окружающий. То есть перейди в другое измерение, попади под защиту Всевышнего. И смотришь, и так же, как Ноах спасся от этого потопа, так же само. И мы с Божьей помощью, с Божьей милостью тоже будем жить и жить хорошо. Вот. И мы видим, что именно это и сделал Авраам, человек, о котором мы будем говорить сегодня, в нашей еженедельной главе. Он как раз и сделал, сказано, что Авраам, в отличие от Ноаха и Сара, они многих приблизили к Творцу. Вот. И в первой части нашего урока мы поговорим о переменах идеологии того времени, и сделаем такой общий обзор о переменах идеологии того времени, и наше время затронем немножко, и даже будущие пророческие времена, то, о чем говорили наши пророки, что мы ожидаем в будущем. И тогда у нас может получиться какой-то общий взгляд, и какое-то общее понимание, ну, что делать нам сегодня и куда идти. А во второй части нашего урока мы поговорим о личности Авраама, и тоже возьмем там какие-то важные моменты. Значит, в 1656 году от сотворения мира, 17-го Хишвана, это 4 ноября в этом году будет, начался Вселенский потоп. И мы читали, как это происходило, открылись верхние воды, открылись нижние воды, и человечество полностью оказалось под водой. И все это проходило ровно 375 дней. Вместе с потопом, вместе с наводнением, вместе с тем, как сходили воды, ровно через 375 дней Ног вышел из Ковчега. Произошло это в 1657 году от сотворения мира, 27-го Хишвана. И в этом году это будет 14 ноября, поэтому мы сможем с вами отпраздновать праздник спасения человечества. Вот, и что мы знаем? Спаслось 8 человек, это Ноох, его жена, 3 его сына, Шем, Хам и Йофет, и 3 жены этих трех сыновей. Вот, и Всевышний заключил Вечный Завет со всем человечеством, добавив седьмой закон, и об этом надо немножечко вспомнить. Мы знаем, что до потопа было 6 законов, это то, что говорят нам устная традиция. Первый, это запрет идолопоклонства. Второй, это запрет сквернословить имя Всевышнего. Запрет убийства, запрет воровства, запрет прелюбодеяния. То есть было 5 запретов и одно указание, повеление построить справедливую судебную систему. И вот после потопа добавляется еще одна заповедь, так как разрешение люди получили кушать животных. До потопа люди были вегетарианцы. Вот, и, но Всевышний разрешил кушать животных, но дал также само условия, при каких эти животные могут быть употреблены в пищу. И звучит этот закон так, не есть часть от живого животного. Вот, мы глубже будем говорить об этих законах в другой раз. Но сегодня, в общем, мы понимаем, что осталось 8 человек. Есть 7 законов для всего человечества. И Всевышний, чтобы поставить печать и утвердить этот вечный завет, как символ этого завета, ставит радугу, которая также имеет 7 цветов. И, понятное дело, что, когда это радуга, когда мы видим радугу, мы должны вспомнить эту историю и, естественно, задуматься о своей жизни, о своем поведении. И радуга всегда должна нам напомнить о милости Всевышнего и о важности самому соблюдать все вот эти вот законы. Вот, что мы видим дальше? Мы видим дальше, что люди опять стали нарушать законы. Вот, в какое-то время люди отменили смертную казнь. Наши мудрецы говорят так, ну вот, сам закон, справедливая судебная система. И мы видим, что была учреждена смертная казнь. За определенные виды преступлений сам Всевышний сказал, что за такое нарушение есть смертная казнь. Вот, но люди в какое-то время отменили смертную казнь. Вот, и каббалисты утверждают, что именно в результате того, что люди отменили божественный закон, хотя на это были какие-то логические обоснования, логические причины, но Всевышний этого делать не повелевал. И поэтому эпидемии, моры всякие пришли в этот мир. Вот, и мы видим, что земля опять стала наполняться злодеяниями. Вот, и оставался маленький островок монотеизма. Это Шем, сын Нооха, и Эвер. Вот, и что мы видим, что канонейские народы грабежами отнимали землю потомков Шема. Это там, где будущий Израиль. В дальнейшей истории мы увидим, как Авраам пришел в эту страну, и навстречу ему вышел Малхицедек. Это и есть тот Шем, царь Шалема, то есть Ирушалайма. Вот, то мы можем увидеть, что было место в Ирушалайме, где проживал Шем, и проживали его родственники. Но сказано, что канонейские народы грабежами отнимали землю. И поэтому в будущем, когда Всевышний заключит завет с Авраамом, и он скажет, потомству твоему я отдам эту землю. Имеется в виду землю канонейцев, землю Израиля. И наши мудрецы объясняют, что значит потомству твоему я отдам. Потомству твоему я возвращу эту землю. Потому что на самом деле, канонейцы отобрали силой эту землю у потомков Шема. Потому что изначально она предназначалась именно народу Шема. Вот. Теперь мы можем увидеть, что в этой библейской истории появляется новая крупная фигура, которого зовут царь Немрот. Его называют богатыр-человек. Вот. И мы можем увидеть, что это был за человек. Мы уже говорили в прошлый раз, что имя, оно символизирует сущность человека. Вот. И имя Немрот, оно указывает на его сущность и переводится как бунт и восстание. Естественно, бунт и восстание против Бога. И вот мы видим, что этот царь Немрот делает интересное предложение народу. Сделаем себе имя. Имеется ввиду, прославимся вместе. И он инициирует строительство Вавилонской башни. И вот тут надо немножко понять идеологию того времени. Вот. Я думаю, что люди нашего поколения, им очень знакома эта идеология. Потому что буквально 20-30-40 лет назад, ну, люди, которые еще живы сегодня, им очень знакома вот эта идея «Сделаем себе имя». Вот. И объясняют некоторые комментаторы, ну, такую идею, что же происходило в то время, что грехи наполнили жизни людей. Но еще оставались какие-то остатки, ну, о божественном наказании. Ведь люди передавали родители детям. Например, у Нооха было три сына. Три сына передали это своим детям. У трех сыновей родилось 70 детей. И люди понимали еще, что был потоп, что есть Бог, который наказывает за грехи человечества. Вот. Сказано, что в те времена многие люди, вот, они брали себе эти деревянные куски от ковчега и поклонялись этим кускам дерева. Они считали, что это святые куски. Кто-то делал из них разных идолов. В общем, хоть какая-то память о потопе, о Боге еще была. Вот. Но потом, что сделал Немрод? Немрод понял, что люди развратились. Им нравится так жить. То есть, невозможно отменить слово грех. Поэтому для того, чтобы не отменять слово грех, надо отменить слово Бог. А чем это надо все заменить? Что мы сами себе Бог. А потоп это была случайность. Люди того времени не ожидали, оказались неподготовлены. Поэтому мы теперь сами себе Бог. Мы построим все, что надо. Мы построим башню до небес. И никакой потоп нам больше страшен не будет. Вдруг что? У нас есть безопасность. Мы поднимемся и спрячемся на этой башне. Ну, основная идеология, конечно, была, что мы сами себе Бог. А как в прошлое время, например, я помню в мои детские годы, все хорошо знали, не было ни одного человека в моем окружении, кто не знал бы, например, имя Ленина. Или кто не знал бы, что такое коммунистическая партия. То вот примерно то, что хотел сделать Небров. Сделает себе имя. И себе имя, и своему поколению имя. Вот эта партия, которая возродила, так сказать, после потопа человечества, внесло новую идеологию. Мы сами, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. И мы видим в Патторе, что они очень так объединились. Им всем, людям понравилась эта идея. И они настолько объединились, что даже Всевышний оценил их единство. И так и сказал, что они настолько объединились вокруг этой идеи, что они не остановятся. Поэтому сайду-ка и смешаю их языки. И что мы видим, что были разделены их языки. Вот. И они перестали строить. То есть, в Медрышах так описывается эта ситуация. Один человек говорит, принеси мне цемент на стройке. Но вдруг он начинает говорить по-английски. А тот человек слышит его уже по-французски. Тот начинает говорить по-японски. А тот уже слышит по-украински. Ну, я, конечно, придумываю национальности. Может быть, они говорили на других языках. Но сам факт, что появилось 70 народов, появилось 70 национальностей, которые приняли эту идею, что мы сами себе Бог. И потом они так и жили. Вследствие они распространились по земле. И так появилось 70 народов. В этих 70 народов со временем появилась своя культура, появились свои формы идолопоклонства, свои какие-то обряды, свои ценности. И так вот произошло расселение людей на планете Земля. Теперь надо посмотреть на некоторые исключения, что оказывается, среди всей вот этой толпы согласных были люди, которые не соглашались с идеей, что Бога нет. И, например, в 10 главе, в 11 стихе, есть интересное описание, что из этой страны вышел Ашур и построил Нинвэ. Город Нинвэ. Да, и объясняют нам наши мудрецы, так комментируют это местописание, что Ашур был не согласен с идеей, что Бога нет. Потому что он был монотеистом. И он все-таки хотел соблюдать вот эти 7 законов и верить во Всевышнего. Поэтому он отделился от этого вавилонского строительства. И он пошел на другую территорию и построил город Нинвэ. Потому что хотели остаться монотеистами. Сказано, что это был великий город. Но что же произошло с ним дальше, мы можем увидеть в других уже событиях. Туда был послан пророк Йона. И мы видим, что город постепенно, 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 постепенно обратно они отошли от монотеизма, обратно они отошли от признания Бога как единственный хозяин мироздания. И там стали появляться всевозможные идольские поклонения. И тогда Всевышний посылает туда пророка Йону. И он приходит и призывает весь город к покаянию. И что мы видим? Что действительно весь город покаялся. Почему? Потому что эти люди, у них еще осталась какая-то совесть, у них еще остались задатки монотеизма. И они весь народ, вся страна покаялась перед Богом. Есть интересный момент. Он нам усилит как бы картинку, вот как монотеизм в то время распространялся, сохранялся, опять терялся. Например, мы видим, что Авраам, когда он вышел из Урказдима, и он пришел в Харан. И там сказано, что он приобрел там тысячи душ в Харане. То есть что это были за люди? Это были люди, кого Авраам привел к монотеизму. Это бывшие идолопоклонники, которые стали верить в единого Бога и выполнять вот эти семь законов, которые Бог дал всему человечеству. Но что мы видим дальше? Что он с этими учениками вышел из Харана и дошел до Шхема. А дальше, если мы внимательно посмотрим, то из Шхема он ушел уже только со своей семьей. Получается, все вот эти две тысячи душ, монотеистов, они остались в Шхеме. Но если мы немножко забежим вперед библейской истории, то через два буквально поколения. Да, уже Яков, когда он пришел в это место, пришел со своей семьей, и там произошло очень нехорошее событие. Там надругались над его дочкой, над Диной. И почему-то два брата, Шимон и Леви, они путем мести, они казнили мужчин того города. И объясняет нам устная тора, что они выполнили приговор по справедливости божественного суда. Потому что за это надо было смертная касть. Там были нарушены все законы Всевышнего, вот эти семь законов. Там не было справедливой системы, потому что все общество проигнорировало. Там были развратные действия. И так далее, и так далее, и так далее. Какой мы можем сделать вывод? Люди, которые были монотеисты, были учениками Авраама, после того, как ушел, можно сказать, ну, очаг их веры, сам Авраам, то постепенно, 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 они отошли от Бога, они отошли от законов, и совершенно поменялась идеология в этом народе. Я думаю, здесь есть очень много уроков для нас, ну, для понимания, что если человек верит во Всевышний, он должен всегда подогревать свою веру, должен молиться, учиться, общаться с себе подобными, потому что иначе мы видим, как шаг за шагом менялись идеологии, целые города, целые нации, они меняли свои идеологии. И мы видим, что именно в такой среде вырос Авраам. Сказано про Авраама, что он жил как раз во время строительства в Вавилонской башне, и он как раз был тот, кто не участвовал в этой стройке. Мало того, что он сам не участвовал в этой стройке, он еще начал собирать вокруг себя людей, и объяснять им, что Авраам уже тогда познакомился с Всевышним. И он начал объяснять людям, что это беззаконие, это безбожие, этого не может быть здесь на земле. И мало того, что он не ходил сам, он еще стал собирать вокруг себя, ну сегодня это бы назвали оппозиционный блок. То есть он начал находить единомышленников, и естественно он стал представлять угрозу для Немрода и для правительства того времени. И над семьей Авраама, над всей семьей нависла угроза истребления. И поэтому Терах, отец Авраама, взял Авраама, взял Нахора, взял внука Лота, сына погибшего, третьего сына Гарана, взял невестку, свою Сару, жену Авраама, и они вышли, они убежали из Уркас-Дима для того, чтобы идти в Кнаан. И так они дошли до Харана, сказано, и поселились там. И говорят нам наши мудрецы, что Терах на самом деле он не был каким-то Божьим человеком. Он просто спасал свою семью и спасал свою шкуру, потому что было понятно, что Немрод не оставит эту семью уже в покое. И что нам известно об этом человеке, что он практически был идолопоклонником, так как он сам торговал идолами, он был в хороших отношениях с Немрода, занимал хорошее положение в том обществе идолопоклонников. И некоторые мудрецы говорят, что он не верил сам в этих идолов, что просто это для него был бизнес, он просто зарабатывал на этом деньги. Кто-то говорит, что он сам немножко верил в это. Ну в принципе это не очень важно, а вот что важно, что в конце жизни Терах уверовал во Всевышнего. И говорят наши мудрецы, что как это произошло, что именно терпение Авраама, вот это влияние Авраама, он именно сам повлиял на своего отца, и в конце жизни Терах уверовал во Всевышнего, и сказано, приобщился он к народу своему. Вот. Немножко мы пойдем дальше. В 17 главе нашей книги Берешит, мы видим, как Всевышний заключает Вечный Завет с Авраамом. И вот нам надо немножко разобраться, что же это был за Завет, смысл этого Завета. И он говорит, имя твое теперь Аврагам. То есть он добавляет частичку буквы своего имени в сущность Авраама. И это нам говорит о том, что он дал частичку себя, частичку своего света, частичку своей силы, поместил это прямо в сущность Авраама. И именно благодаря этому Авраам стал впоследствии вот тем, как Всевышний ему сказал, я сделаю тебя отцом множества народов, я произведу от тебя народ, потомству твоему отдам землю к Наан. Вот. Как мы уже говорили, не просто дам, а верну твоему потомству после тебя. Вот. И интересный очень момент, вот здесь хочется вставить, ну, немножко забежать вперед уже во время Маше. Мы помним, что когда еврейский народ сделал Тельца, и они согрешили прямо после дарования Торы. И тут еврейский народ делает Тельца. И Всевышний очень расстроился, конечно. Но Всевышний говорит Маше, говорит, идите в землю, я вам дам туда войти, я пошлю перед вами ангелов, сам я не пойду, потому что вы народ грешный. Но я пошлю ангелов, они вам помогут, вы войдете. Все. Почему? Потому что я обещал это Аврааму. То мы видим вот этот вот вечный завет, который в 17 главе Всевышний заключается Авраамом. Он действительно вечный, потому что он работал, он работает, и он будет работать, потому что если сам Всевышний сказал это вечное, а вечное, это значит непереходящее. Вот. Теперь в нашей главе мы также видим, что Авраам говорит ему, а как же Ишмаэль, я же люблю, у меня есть еще один сын, он от Агари, вот, но я тоже его люблю. И Всевышний дает благословение Ишмаэлю так же само. Что он говорит? Говорит, я сделаю его плодовитым и умножу его чрезвычайно, и 12 князей произойдет от него, и я сделаю его большим народом. То есть мы видим, что Ишмаэлю тоже дается хорошее благословение на хорошую нормальную жизнь. Но тут Всевышний уточняет, но завет мой установлю с Ицхаком. И знак моего вечного завета свадьбе будет знаком на теле вашем, то есть обрезание. Вот, и теперь как раз вот есть время сделать такой обзор событий, чтобы как бы увидеть всю картинку перемен, идеологий, как это происходило, с кем это происходило, как Всевышний строил свои взаимоотношения с людьми, как люди реагировали на волю Всевышнего. И мы видим, так, что Всевышний установил всем народам одну систему ценностей. Один закон это шесть запретов, о которых мы говорили, и седьмой закон это построить правильную, справедливую судебную систему. И мы знаем, что он дал это на суд людей, то есть, например, за одно и то же преступление. В одной стране могло быть одно наказание, в другой стране могло быть наказание, например, в два раза меньше. Там это десять лет, там это пятнадцать лет, там это ударами-палками. Ну, я специально фантазирую, да, чтобы было понятно, что Всевышний сказал, вот вы люди, и сами сделайте на своей территорию такую справедливую систему, которая бы не отменяла вот эти вот шесть моих запретов, а наоборот, чтобы смотреть, чтобы все эти шесть запретов, они были соблюдены. Вот, дальше мы видим, что Всевышний избирает человека по имени Авраам и говорит ему, я образую от тебя особенный народ, от цары, Ицхака и все, что впоследствии становится еврейским народом Израилем, да, дополнительная, как бы, договоренность. И вот здесь очень важная идея, в чем этот вечный завет. Во-первых, что у вас будет своя земля, то, что вам принадлежало изначально, я верну вам эту землю, я сделаю вас священниками, я дам вам Тору, и в этой земле вы станете образцом для других народов. В этом слове я образую от тебя народ. Что такое образую? Образ, образец, то есть вы станете примером, как люди могут создать народ, взять мои законы, взять мои заповеди, и сделать нормальное государство, нормальное общество с нормальной моралью. И другие, глядя на вас, понимая, что есть Бог, есть один хозяин этого мира, сделают так же само. Дальше мы видим, как он дает благословение Ишмаэлю, и мы видим, как на земле начинает распространяться монотеизм. То есть дальше мы видим реакцию людей на то, что сказал Бог. Например, мы видим, что был человек по имени Хам, и благодаря его неправильным поступкам он попал под проклятие вместе со своими потомками. Например, мы видим, как Ашур не согласился с беззаконием. Например, мы видим, как Авраам не согласился с беззаконием. То есть начались люди на земле каждый какой путь выбрал, то так у них и стали происходить всевозможные события. Здесь я хочу перескочить немножко на каких-то тысячу лет вперед и перенестись уже в то время, которое называют нашей эрой. Что мы видим в нашей эре? В 325 году нашей эры начинается новый виток, который можно назвать возникновение религий, который с одной стороны они все говорили о Боге, с другой стороны были изменены божественная воля и божественные законы. Каждая религия сформулировала свои законы. И потом, например, мы видим, что в 3 веке появляется идея Троицы и зарождается христианство. Еще через 3 века мы видим, что зарождается религия, которая сегодня называется Ислам. Это была ответная реакция на Троицу. И что мы видим потом? Мы видим 2000 лет кровопролитий, в начале 1000 лет крестовые походы, потом 900 лет то, что называлась Османская империя. 2000 лет выяснения отношений, какой Бог, как его зовут, и что он сказал делать. Вот такая вот у нас история. Вот. Теперь немножко поговорить о том, что в будущем, куда мы идем, и вот увидя, как было, как есть и как будет, мы можем понять идеологию замысел Творца, изначальный замысел Творца, и где какие ошибки мы допускали как люди, и выровняться сейчас, чтобы прийти в то место, о котором говорили пророки. И что сказано о будущем? Сказано так, что скажут народы, что Бог один, и будут служить ему все вместе, все вместе, все народы будут служить единому Богу. А дальше сказано, как это будет, потому что они поймут, что нет у них необходимых знаний, вот, и скажут, чету и суету мы унаследовали от предыдущих поколений. Примут они единство Бога, примут они священство Израиля, и примут они вечность Торы. Вот, и вот это вот очень важный момент, что народ все-таки смирится, народ поймет, до народа дойдет, что есть только один Бог, что есть одни законы, они для всех, и что нет какой-то особенной религии, которая единственная. Я вот интересно тут, ну, прочитал один каббалист описывает, и он берет еврейские слова, и это очень похоже то, ну, на что намекают другие религии. Вот, есть слово Абир на иврите, это рыцарь, а слово Бира это столица, и он говорит, что такое рыцарь и столица, это указывает на надменность и возвышенность над окружающими, то есть, если я столица, а все остальные деревни, ну, допустим, я немножко утрирую, на надменность и возвышенность над окружающими, то есть, это то, что сказали религии, я особенная, вот путь к Всевышнему только через нас, все остальные это так, вчерашний день, но, что объясняет нам этот каббалист, что в обеих этих словах и рыцарь и бира, есть один и тот же корень, это бор, это яма, и он говорит, что когда вот такие, когда приходит надменность, возвышенность над окружающими, то это яма, это погружает человека в яму, и человек отдаляется от Бога, и он говорит, и у таких нет шалома, может быть, что угодно, но шалома тут никогда не будет, вот, и что мы видим, почему люди примут единство Бога, священство Израиля и вечность Торы, потому что так же само объясняют нам наши мудрецы, что вот этот первый свет, вот этот спрятанный, который был в первый день творения, свет сокровенный, не тот, который в четвертый день солнце и луна, то, что осветило материальный мир, но вот этот свет сокровенный, то каббалисты объясняют так, что Всевышний спрятал этот свет в сосуды для света, и эти сосуды это устная Тора, а устную Тору он дал как хранителям этим сосудам еврейских народам как священникам, поэтому сегодня этот свет из этих сосудов могут черпать все люди, которые, как сказано, придут взять иудея за цицит, примут священство Израиля, примут вечность Торы, начнут изучать и начнут пользоваться этим светом, который освещает по-разному, сказано, в зависимости от дел людей, то есть надо еще суметь этот свет принять, внедрить его в свою жизнь, но взять его можно как, он находится сегодня на иврите, в разных книжках, у разных учителей, вот, поэтому, что мы видим сегодня, что сегодня это уже происходит, сегодня есть множество людей, которые хотят учить Тору, хотят изучать ее вместе с еврейскими учителями, чтобы взять этот свет в свою жизнь, чтобы все-таки приобрести вот этот вот шалом, который там сокрыт, и распространять этот шалом как в своей семье, так своим друзьями, так дальше, дальше и дальше. И мы немножко поговорим сегодня о личности самого Авраама, и о том, как он преодолевал сложности на своем пути, и какая была причина этих сложностей, вот, мы знаем, что Авраам вырос в семье идолопоклонника Тераха, Терах был человек не бедный, это была очень знатная семья, Терах дружил с самим немродом, торговал идолами, ну и говорят, что был очень жадный человек, вот, поэтому мы видим, что почему и сказано было Аврааму, выйди из родства, из семьи, из страны, потому что все детство Авраама, оно было пропитано, ну, окружением идолопоклонников, вот, но говорят наши мудрецы так, что Авраам увидел, что в мире существует гармония, и он так размышлял, вот, я живу в доме в своем, ну, есть стены, есть крыша, периодически включается, выключается свет, ну и как такое может быть, как этот дом работает, это же не построилось само, и он начал задуматься, я ж, ну, не могли же, вот просто ветер нанес глину, потом ветер принес воду, вода перемешалась с глиной, вдруг стены сами появились, вот, и Авраам подумал, раз я живу в таком доме, и его кто-то построил, у него есть автор и строитель, создатель этого дома, то сам мир, он же гораздо сложнее, в мире тоже включается свет, в мире тоже дуют ветры, в мире все так закономерно, люди рождаются, умирают, и он понял, что у мира есть создатель, что есть создатель, который создал все остальные силы, что есть один хозяин у этого мира, вот, дальше есть интересная история, я думаю, что ее большая часть наших зрителей уже знают, ну, нас все время смотрят новые люди, интересная история, когда Авраам буквально взбунтовался против своего папы, и однажды папа уехал, и Авраам взял палку, и разбил всех идолов, это был нанесен папе большой материальный ущерб, но Авраам уже тогда на это не смотрел, и потом он взял, оставил одного самого крупного идола, взял, положил эту палку ему в руки, и когда папа вернулся, увидел весь этот погром в своем цеху, и говорит, Авраам, что тут произошло, и Авраам сказал, говорит, пришла одна женщина, взяла миску каши, поставила этому большому идолу, а маленькие идолы хотели забрать у него эту кашу, и он взял палку, и всех перебил, на что, конечно, папа ответил, как ты можешь так говорить, это же мертвые, это глиняные статуэтки, которые не имеют никакой жизненности, и тогда Авраам его сказал, правильно, так тогда зачем ты обманываешь людей, и продаешь эти статуэтки за большие деньги, имеешь ввиду, что они там могут помочь что-то человеку, вот, и так начался путь Авраама, и Медраж рассказывает такую историю, что Терах настолько вознегодовал, что он пошел к Немроду, и пожаловался на собственного сына, и тогда Немрод увидел эту угрозу в своем царстве, и он приказал распалить такую огненную печь, в то время были такие печи, тогда казнили людей, приносили жертвоприношения иногда людьми, и был такой здоровенный бык, такая чаша, в спине у него была крышка такая открывающаяся, а под животом у него находились дрова, и зажигали, раскаляли этого быка до красна, и потом туда кидали людей, и Немрод решил устроить такое вот прилюдную казнь, чтобы другим не повадно было, как говорится, и привели на площадь всю семью Авраама, там был его старший брат Гаран, ну и этот Немрод при всех сказал, вот сейчас поклоняйся идолам, признай нашу всю идеологию, на что Авраам сказал, что он верит в единого Бога, вот, и тогда было принято решение кинуть его вот в это вот раскаленного до красна быка, вот, и тогда так и сделали, и потом подкидывали, подкидывали дрова, и потом, когда открыли эту крышку, Авраам вышел оттуда живой и невредимый, и Немрод тогда был просто в шоке, потому что тогда весь народ увидел, что всемогущий Бог спас Авраама от неминуемой смерти, это было чудо, и тогда авторитет Авраама еще больше стал расти, и тут нам мудрецы рассказывают ну еще такую историю, что от злости Немрод начал бегать, и он, его взгляд упал на старшего брата Авраама, и он говорит, а ты, ты веришь во Всевышнего какого-то, или ты поклоняешься так, как и все мы, ты признаешь нашу идеологию, и он говорит, нет, я как и наш, как и мой брат, так же сам верю во Всевышнего, и тогда взяли Гарана и кинули в этого же быка, и к сожалению он там умер, и объясняют нам наши мудрецы, что почему так произошло, почему Авраама Бог спас, а Гарана он не спас, и объясняют комментаторы так, что Гаран был тоже такой раздвоенный, как Терах был против Авраама, так и Гаран был наполовину, то за, то против, и когда все вот это происходило, он уже видел, что его что-то недоброе, ну, что он может быть следующим, он предполагал такой момент, и он думает так, если сейчас до меня доберутся, если Авраам сгорит, то я скажу, что я принимаю общую идеологию, а если Авраам выйдет, то я конечно скажу, что я поддерживаю Авраама, и так получилось, Авраам вышел, но Авраам шел на самопожертвование, а Гаран ожидал чуда, вот, и получилось так, что чудо для него не произошло, и поэтому мы видим, что дальше, когда уже угроза надвисла и над Терахом, и над всей семьей, то Терах уходит уже только с Авраамом, с Нахором, с Лотом и с Сарой, потому что Гаран уже был мертв, а Лот это и есть сын того Гарана, поэтому он племянник Авраама, за которого Авраам взял, так сказать, ответственность, вот, и вот эти вот слова лех-леха иди себе, то есть стань самим собой, тем, кем тебе определено, а мы видим, что Всевышний заключил завет с Авраамом, да, что он как бы поставил его быть отцом множества народов и стать, можно так сказать, источником света, монотеизма, ну, по восстановлению божественного замысла изначального, чтобы люди верили в единого Творца и построили здесь ему на земле жилище в Нижнем мире. И вот эта вот миссия, она была возложена на Авраама, вот, и отсюда мы можем понять, почему у него было десять испытаний, потому что дальше мы видим, что у Авраама есть после завета, кажется, должно начаться, только все хорошо, сейчас должны на него обрушиться благословения, но у него начинается путь из десяти испытаний, вот, и объясняют наши мудрецы, что Всевышний как бы нашел драгоценный камень, но теперь, чтобы этот камень нужен был всем, его нужно огранить, да, и вот эта вот огранка, огранка характера, это и есть десять испытаний Авраама, и впоследствии было сказано еврейскому народу, посмотрите на скалу, из которой вы иссечены, почему, потому что вот то, что прошел Авраам, мало того, что весь еврейский народ знал это, но еще всеми этими испытаниями Авраам дал силу всем своим потомкам проходить через испытания подобного рода, и когда особо тяжело было еврейскому народу, пророки говорили, вы посмотрите на Авраама, на скалу, из которой вы иссечены, и тогда людям приходила сила, дерзновение проходить трудности, проходить испытания, вот, вот это вот в заслугу праотца Авраама, вот, и теперь есть такой интересный момент, я думаю, что нам важно об этом поговорить, вот есть 10 испытаний Авраама, но есть спор мудрецов, спор комментаторов, какие же все-таки 10, ну, моментов считаются 10 испытаниями Авраама, и спор заключается именно какое первое испытание, потому что о последнем никто не спорит, последнее испытание, это когда Всевышний сказал ему принести своего сына на жертвенник, это было 10 испытание, и после этого 10 испытания Всевышний сказал, все, это превыше, ты превзошел все мои ожидания, теперь вижу, что ты боишься Всевышнего, что ты на все готов ради меня, и вот это было последней точкой, да, но первое испытание спорят наши комментаторы, и одни говорят, первое испытание на самом деле это было вот это выражение лэх-леха, то есть испытание в чем заключается, выйди из страны, где ты жил, выйди из дома отца, где ты вырос, из родни, с кем ты все свое детство провел, это на самом деле большое испытание, другие комментаторы говорят, нет, все-таки первое испытание Это была вот эта печь Когда Авраам пошел на самопожертвование Действительно он хотел отдать свою жизнь за Бога То это на самом деле было первое испытание И тогда комментаторы вступают в такие дебаты Одни из комментаторов говорят Испытания даются по мере сложностей То есть примерно как, например, спортивные достижения Вначале одна нагрузка, потом больше нагрузка Потом больше нагрузка, потом больше И самая последняя, самая тяжелая нагрузка Потому что человек к ней подготавливается ментально И Всевышний как тренер должен был так Авраама и подготавливать И поэтому он не мог ему дать первое испытание такое сложное А второе испытание уже легче На что другие комментаторы говорят Это смотря с какой стороны посмотреть Какое испытание считается тяжелее Потому что иногда умереть за Бога Это гораздо легче, чем всю жизнь жить для Бога И поэтому это первое испытание Оно не считается сложнее, чем все остальные Вот такая точка зрения Я думаю, что и те, и те комментаторы имеют Ну, имеют как бы Какие-то объективные причины Так доказывать и так выражать свою идею Потому что мне кажется, что есть разные люди Кому-то легко умереть за Бога И трудно всю жизнь жить за Бога А кому-то легче всю жизнь жить для Бога Но трудно умереть за Бога Ну, и так, и так нам здесь есть о чем поговорить И какие-то примеры отсюда взять Вот Поэтому, когда звучит вот это выражение Выйди из дома родства своего Да, из прошлого своего И что говорит Всевышний Арамов? Возьми новое имя Вот это вот очень важный момент Да, возьми новое имя У тебя будет новая судьба У тебя будет все новое Забудь, перечеркни Отрежь от себя все свое старое Да, новое имя, говорит, новая судьба Вот И мы видим, что Авраам доверился Богу Вот, потом он получил дополнительные силы Своей душе Вот это вот Букву с имени Всевышнего И для чего даны ему были эти силы? Чтобы познавать Всевышнего Чтобы проходить всякие трудности И чтобы влиять на окружающий мир И я хочу немножко, чтобы мы тут каббалистически Разобрали некоторые слова Что значит Выйди из земли, из страны своей На иврите это эрец И слово эрец Это общий корень со словом рацион Желание Слово рацион это желание То здесь есть такой как бы подтекст Что было сказано Всевышним Разорви связь с прошлой системой ценностей Всевышний говорит Ты вырос в такой земле Где была система ценностей И очень важно тебе разорвать связь с этой системой Откажись от неправильных желаний Другими словами Выйди из дома отца своего Что такое из дома отца? Отец это Аф И это две еврейские буквы Алифбет И мудрецы так объясняют Что Алифбет это последовательный процесс передачи традиции То есть в каждой стране В каждой культуре Ну в каждой семье Есть какой-то последовательный процесс передачи традиций И Всевышний ему говорит Выйди из этого процесса Несмотря на то, что ты так динамично всему этому Во всем этом варился Выйди из этого Почему? Потому что тебе вообще предстоит создать абсолютно новую традицию И передать эту традицию всему человечеству Дальше он говорит Выйди от родни твоей Что такое родня? Это то, что породило То, что создало тебя То есть откажись от своего прошлого мировоззрения Что такое хорошо Что такое плохо И он говорит Иди себе, включая все трудности И вот эти трудности Они как раз и помогут тебе отсечь Все вот это ненужное Потому что если не было бы вот этих вот трудностей То конечно Авраму трудно было бы справиться Это просто, например Ну через какие-то знания И вот здесь я хотел бы немножко Отклониться Тоже немножко каббалистический текст Вот так говорят каббалисты Когда душа приходит сюда в этот мир То вместе с ней приходит и Ецарара То, что переводится как злое начало И говорят Что такое злое начало? Это желание приобретать Желание получать Желание удовлетворять себя И вот это желание получать Оно очень часто Не позволяет человеку Ну проявить вот это Все свои духовные силы И весь свет Вот этот потенциал своей души Не позволяет проявить его Для других людей Потому что человек занят тем, что он получает И приводят пример так Наши мудрецы Что вот например Ну когда Например Какая-то погоня Какие-то опасности Да Вот например Когда у фараона Еврейский народ Был погоня фараона Да И когда вот эти вот все опасности Они взмолились Богу То есть сразу раскрылась какая-то духовность И объясняют почему Потому что когда человеку угрожает опасность Он уже ничего не хочет Он не хочет ни денег Ни каких-то особенностей Ни на курорт У него сразу все теряется И сразу хочется что-то духовного Точно так же и в болезнях Когда человек болеет Или когда человек уже в старости Почему очень многие люди в старости Они уже ничего не хотят И когда тело вот это Уже ничего не хочет Когда вот это эго уже наелась или уже не может, то тогда у человека раскрывается духовность. И это нам показывает, почему приходят наказания людям, почему вот эти угрозы, почему все вот это вот, чтобы смирить человека, чтобы раскрыть его духовность, чтобы человек задумался об этом, о Боге вообще и о своем местоположении, зачем он на этой земле и смысле жизни, для чего он живет. Вот, так же объясняют нам наши мудрецы, вот, например, есть законы утреннего просыпания. И некоторые говорят, что когда человек спит, то как бы частичка его души, она выходит из тела и связывается с Творцом. А другие комментаторы говорят, это не совсем правильное выражение, что она как бы выходит из тела. Она на самом деле не выходит из тела, но какой процесс происходит, когда человек спит, а душа-то она бодрствует все равно, то у него пропадает желание, он же усыпает, у него пропадает желание получать. И когда человек, у него пропадает вот это желание что-то получать, то тогда душа, она соединяется с Творцом. Нету ничего, что мешает ей соединиться с Творцом. Вот, то, конечно, по-хорошему, по-хорошему, ну, это можно сделать, особенно нам с вами сегодня, через назидание. Почему? Потому что вот эти вот испытания Авраама, и вот эту силу, которую он получил, мы можем получать это через знания, через его испытания. Конечно, так редко бывает, но все равно мы можем иметь большую силу, даже те трудности, которые нас сегодня иногда поджидают. Благодаря вот этой силе Авраама мы сегодня можем это иметь, и мы можем проходить так же самое те испытания. Вот, и дальше сказано, что когда он пройдет испытание, что в страну, которую я укажу тебе, ты пойдешь куда? В страну, которую я покажу тебе. А мы говорим, что страна это же желание, эрец. То другими словами, Всевышний говорит, ты поменяешь свои желания на мои желания. То есть ты выровняешь свою душу, ну, у тебя появятся правильные желания, которые согласны моей воле, и ты станешь отцом множества народа, и все свои богатства, все свои знания, всю свою духовную силу, ты будешь распространять на то, чтобы приблизить людей к Творцу. И это имеется в виду, что ты восстановишь в себе образ и подобие, изначально данный Богом человеку. Потому что изначально Всевышний не предусматривал, чтобы человек был эгоист, чтобы он был жадный, чтобы жил только для себя. Поэтому, когда человек выравнивает образ и подобие, чаще всего это происходит через вот такие, какие-то жесткие моменты, или через назидание. А как мы можем понять это сегодня, вот то, что сказал Бог Аврааму, что ты поменяешь ценности, то есть жить в соответствии с законами Торы, те, которыми мы сегодня изучаем, в соответствии с замыслами Всевышнего. Потому что Всевышний хотел, чтобы люди жили на земле, соблюдая его заповеди. И дальше сказано, какая же награда ожидала Авраама? Я благословлю тебя, и ты будешь благословением для других. И что значит благословлю? Вот это слово браха, оно имеет идею передачи, увеличение духовного потенциала, чтобы ты укрепил свой сосуд. А я налью в него духовный потенциал, и буду постоянно его наполнять. А из этого сосуда смогут окружающие люди черпать этот свет. Я благословлю благословляющих тебя. То есть они смогут черпать вот эту силу, которую я излил в тебя, предварительно создав твой сосуд, крепкий через испытание. Вот. И поэтому, когда люди говорят, браха, что такое браха? Браха это передача, увеличение духовного потенциала. Но человек еще должен с этим потенциалом, он должен еще правильно воспользоваться. Поэтому часто люди подходят, говорят, вот там, дайте браху, допустим. Ну, подходят каким-то там серьезным духовным лицам. Или они просят браху там в определенные важные там праздничные дни. Вот. Да, Всевышний это даст. Но человек должен еще этой силой, этим потенциалом правильно воспользоваться здесь. А для этого должен быть у него готовый сосуд. То есть он должен понимать, что все это дается ему не для эгоизма. Как этим воспользоваться. И тогда эта сила, она действительно произведет работу внутри человека. Вот. Теперь хочу немножко такой маленький урок для нашего поколения. Вот. Мы же живем как раз с вами во время, ну, восстановления вот этих духовных ценностей, духовного замысла Всевышнего. Что все народы скажут, что Бог один, будут соблюдать его законы. Ну, это постепенно, постепенно, оно все начинает реализоваться сегодня. Вот. И сегодня уже многие люди поняли идею монотеизма. Вот. Что это за идея? Что есть один Бог, он единый, и что есть общая система ценностей для всего человечества. Вот эти семь законов, шесть запретов, справедливая судебная система, и неограниченное количество добра, которое может делать каждый человек, в зависимости, насколько ему позволяет его понимание, и сердце, скажем так. Вот. Но многие сегодня, вот они так и не могут взять вот этот пример с Авраама, потому что Авраам же есть отец множества народа. И сегодня многие уже понимают, как все устроено. Но они боятся вот это сделать лех-леха. Они боятся сделать шаг, вот, навстречу нового, чтобы получить, вот как Авраам, новое имя, новую судьбу. И вот, ну, например, сегодня очень много людей, людей, они учат Тору. Они уже поняли, что такое единство Бога, что такое единство замысла Всевышнего. Но в связи со своими прошлыми, ну, как сказать, духовными путями, например, человек 20 лет там изучал христианство. Вот мне просто часто звонят люди, я не буду никаких фамилий называть, но звонит один человек, например, вот один пример, он показывает, ну, примерно, как все эти люди говорят. Звонит и говорит, так и так, я уже вот там несколько лет слушаю ваши уроки, я понял, что Бог один, я понял, что действительно, вот это семь митцвод, вот эти семь законов, это действительно изначальная данная Богом, система всему человечеству. И что религии многие заблудились, ну, что создали неправильные концепции, как теперь от этого уйти? И полчеловечества же заражено всем этим, и из-за религии ненавидят люди. Но я не могу все поменять, я 20 лет в этом борюсь, у меня куча учеников, у меня куча всего, все, чем я сегодня занимаюсь, все связано с моим прошлым. И один человек мне сказал, так и сказал, и что мне теперь делать, посоветуйте, у меня конфликт со своей совестью. А я ему и говорю, смотрите, я бы вам мог посоветовать, если бы вы спросили там, у меня конфликт там с правительством, или у меня конфликт там с друзьями, или конфликт с каким-то человеком, но раз у вас конфликт со своей совестью, то вы с ней тогда решите, что вам делать. Или, понимая правду, сделать лех-леха, и войти в новую судьбу, и создавать новое, то, что вам Бог открыл, или сидеть вот так вот, как вы там сидели, и потихонечку врать людям, потихонечку недоговаривать, потихонечку ради себя самого любимого сохранять какую-то карьеру, какое-то положение в обществе. Вот, поэтому вот этот вот урок Авраама, выйди в новое, не бойся, и я благословлю тебя, это сегодня урок для многих людей, которые поняли, что такое единство Бога, и которые хотят утверждать мир на земле. Чтобы был у всех шалом. И на этой хорошей ноте я хочу всем пожелать силы, дерзновения, идти в новое, и влиять на этот мир. Будьте здоровы!